Новости на телеканале Хабар 24. В студии работает Сергей Гергель. Здравствуйте. Получить соцвыплату в 42,5 тысячи тенге станет легче. В Министерстве труда и социальной защиты запустят специальный сайт. Специалисты заканчивают разработку ресурса и уже завтра, 2 апреля, запустят его в работу. Ориентированный интернет-портал исключительно на вопросы по выплате нового пособия казахстанцам, лишившимся работы из-за введения чрезвычайного положения в стране. Для получения пособия достаточно подать заявление через сайт электронного правительства с помощью ЦП или одноразового пароля. Но ресурс ЕГОВ не справился с нагрузкой, поэтому Минтруда и разработала несколько альтернативных технических решений. Кроме этого, для этой цели создадут и Телеграм-бот. Самое первое. Мы просили бы вас правильно заполнять свои данные. Там всего лишь три данные. И ИИН правильно заполнить и указывать карточный счет именно свой, не друга, не товарища. Потому что деньги будут сопоставляться с вашей фамилией и владельцем карточки. Второе. Было требование, чтобы за последние 12 месяцев был бы хотя бы один платеж. Социальное отчисление фонд социального страхования или же одно пенсионное отчисление в единонакопительный пенсионный фонд. Стало легче оплатить единый совокупный платеж. Это можно сделать в приложении банка, а также с помощью смс-сообщения на номер 5505. Если вы живете в городе, то отправляйте код город ЕСП и свой ИИН. Если вы сельский житель, то код село ЕСП. Сумма платежа будет списана с баланса телефона. И вот возможностью получения помощи от государства на сегодня уже воспользовались больше 1600 человек. Они получили выплаты из фонда соцстрахования. На 6 вечера 1 апреля подали заявки 14 074 человека. Больше всего претендующих на помощь живут в Нур-Султане. Количество зараженных COVID-19 в Казахстане достигло 380 человек. Зарегистрированы еще 5 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В Карагандинской области 1 случай, в городе Алматы 2 случая, в Североказахстанской области 2 случая. Самое большое количество выявленных в Нур-Султане 184 человека, и в Алматы 86. 25 инфицированы в Казалардинской области. Сегодня от COVID-19 скончался 62-летний житель Караганды. В итоге количество летальных случаев от коронавируса достигло 3 человек. Выздоровели 26. Последних двух пациентов сегодня выписали в Алматы. И среди них двухгодовал ребенок. Всего в Карагандинской области определены 4 части. Известно, что скончавшийся от вируса мужчина за помощью медиков не обращался. А в больницу поступил уже в тяжелом состоянии. Несмотря на интенсивную терапию, спасти его не удалось. Сейчас сам врачи ищут людей, которые контактировали с зараженным все это время. Один из заразившихся в регионе уже скончался. Больше полутора тысяч под наблюдением в стационарах и в домашней изоляции. С такими неутешительными цифрами шахтерский край вошел в третий день карантина. 62-летний мужчина, у которого COVID-19 подтвердился уже после смерти, во время болезни контактировал с людьми, а возможно ходил на работу. По словам Сандрачей, уже определено 4 очага заражения. Выявлен на сегодняшний круг близких контактов, составляет 36 человек. И лица, которые потенциально имели контакт, их 20 человек. На сегодняшний день проводится также расследование по факту раннего места работы. Это город Тимиртал. По случаю летального исхода определены несколько очагов, по которым на сегодняшний день уже наши эпидемиологи проводят соответствующее эпидемиологическое расследование. Определены карантинные зоны. Проводится сейчас уже дезинфекция данных очагов. Напомню, объявлен карантин в пяти городах области. Населенные пункты будут закрыты для въезда и выезда. По периметру установят 7 блокпостов. И если движение между Карагандой, Саранье, Уабаем и Шахтинском разрешено, то город Тимиртау вошел в очаг заражения. Там работал мужчина, который скончался сегодня с диагнозом COVID-19. С учетом сегодняшнего летального исхода пациента, заболевшего коронавирусной инфекцией, буквально несколько часов назад принято решение о закрытии и блокировании города Тимиртау. Дополнительно осуществляются оградительные меры на автодрогах, выездах из города Тимиртау. Состояние большинства пациентов с COVID-19 не вызывает опасений у медиков. Напомню, что почти все из них пассажиры рейса Минск, Нурсултан, остальные жители региона. По данным управления здравоохранения, одна из них – медицинский работник, контактировавшая с группой риска по коронавирусной инфекции. Нарушают режим чрезвычайного положения не только простые казахстанцы, так как им поселка Шейлийского района в Кызылординской области в самый разгар запрета на массовые мероприятия стала гостей на свадьбе. Алия Нурманова прославилась в социальных сетях после того, как приняла участие в обряде приема невесты в доме родственника. Сейчас руководитель поселка уволилась, а хозяин дома, где и играли свадьбу, к постановлению Шейлийского районного суда, попал под арест на 10 суток. На 20-месячных расчетных показателей оштрафован владелец кафе, где не отказали в проведении свадьбы. За такие правонарушения с момента объявления правоохранительными органами чрезвычайного положения по статье 476 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях составлены протоколы в отношении 49 лиц, в частности 14 человек подвергнуты административному аресту, 23 лицам наложены административные штрафы, остальные 12 дел находятся в судопроизводстве. Нарушили режим чрезвычайного положения и жители Жуалынского района Жамбылской области. Например, 46-летняя жительница села Талапты пригласила к себе домой гостей на удалык и узату дочери. За это женщину оштрафовали на 26 510 тенья. А 37-летнего жителя села Нурлыкент арестовали на 7 суток. Такое наказание он получил за проведение среди жителей национальной игры Кокпар в честь рождения шестого сына. Полицейский регион напоминает, что за нарушение режима предусмотрены штраф в размере 10 МРП либо административный арест на срок до 15 суток. 2 апреля с 0 часов в семье ведут строгие ограничительные меры. Людям будет запрещено покидать свои дома без пропуска. Раздача специальных карт уже началась. Документ позволит горожанам выходить из дома лишь три раза в неделю. Режим самоизоляции не коснется медиков, полицейских и тех, кто обеспечивает бесперебойную жизнедеятельность города. До 30% ограничат движение общественного транспорта. Курсировать будут лишь 120 автобусов, чтобы отвозить людей на работу и обратно домой. Движение на личных автомобилях тоже будет ограничено. По четным дням разрешат передвижение машин с четными госномерами, по нечетным числам месяца с нечетными госномерами. Передвигаться в выходные и праздничные дни для всех автовладельцев будет запрещено. Сегодня на контрольно-пропускных пунктах будут выставлены 8 блокпостов. Напомним, 28 марта в семье с диагнозом коронавирус были госпитализированы два человека. В первую очередь город будет разбит на 202 квадрата, по которым будут патрулировать силы отдела внутренних отдел и национальной гвардии. Для того, чтобы не было перетоков с квадрата в квадрат без лишней надобности. Мы определили, что вводим со 2-го числа, и до 6-го числа у нас будет адаптационный период, возможно, будут какие-то вопросы возникать, и мы в текущем режиме, в точном режиме, мы эти вопросы все будем отрабатывать. В Житесайском районе Туркестанской области ввели обязательный масочный режим. Теперь появление на улице без медицинских средств может повлечь штраф или административный арест. Всего в регионе подтвердили 5 случаев заражения коронавирусом. При этом четверо инфицированных тесно контактировали друг с другом. Детские сады Павлодара с введением ограничительных мер не будут закрыты. Дошкольные образовательные учреждения продолжат свою работу в обычном режиме. На сегодняшний день в области насчитывают 155 детсадов и больше 200 мини-центров. Посещают их свыше 100 тысяч малышей. По словам специалистов, на время ограничительных мер по желанию родителей ребенок может оставаться дома. Сегодня посещаемость детских садов в области снизилась до 23%. На заработную плату воспитателей такой факт не повлиял. В регионе в сфере дошкольного образования работают свыше 3 тысяч человек. По желанию родителей дети могут посещать детский сад. Но со стороны управления образованием мы все-таки рекомендуем, чтобы на этот период дети оставались дома. Но при этом хочу заверить, что места в детских садах будут сохранены. И также мы не будем брать оплату, штрафных санкций никаких не будет. Если ребенка нет в детском саду, значит и оплата за него от родителей не будет производиться. 8 тысяч человек в столице продолжают пользоваться общественным транспортом. Правда, автобусы, на которых обычно перевозят пассажиров из числа простых жителей, на время строгого карантина предоставлены исключительно для сотрудников экстренных служб. Спят пустые остановки. Столичные автобусы сменили номера маршрутов на одно универсальное. Заказ. Проезд бесплатный, но посадка только для тех, кто обеспечивает жизнедеятельность города. Это сотрудники 46 организаций. Госслужащие, медики, полицейские. Всего около 8 тысяч человек. Едем по одному маршруту, собираем людей. Мне закрепили, отдали список улиц, по которым я должен проехать. Я еду постепенно, всех собираю. Пустым улицам-то приятнее ездить, чем по пробкам столичным? Да не сказать. Нам лучше в городе, который живет. Сейчас на дороге города выезжают всего 150 автобусов. Если обычно, за смену водитель по маршруту делал 5 кругов, сейчас максимум 3. Освободившееся время тратят на тщательную дезинфекцию. Где люди прикасаются, мы этому все протираем, обрабатываем, дезраствором. Дезраствор нам выдают, обновляем постоянно. Ну так не жалеем, а льется прям. Льем, льем, не жалеем. Протираем конкретно. Салон не переполнен, однако рекомендованная дистанция в полтора-два метра не соблюдена. Но дезинфектор Шулпан-Жимашева едет спокойно и объясняет. Для тех, кто и на работе плечом к плечу, главная мера предосторожности в транспорте – ограничение числа контактов и ношение элементарных индивидуальных средств защиты. Утром развозка забирает с остановки, довозит. Вечером после работы развозка по домам развозит. Отлично организовано, благодарим. По времени выходим, каждый знает свое время остановки, во сколько будет автобус. Все слаженно, организовано. Пассажиры признаются, коллеги стали дисциплинированнее, стараются не опаздывать, чтобы не задерживать друг друга. Бывает, в автобус по ошибке садятся и случайные пассажиры, но, как зайцев, их не выгоняют. Елана Чаус, Аман-Жил Байгазин, Хабар-24, Нур-Султан. Родители призывают не пускать детей на улицу без лишней необходимости. Доступ к детским площадкам во дворах многоэтажек Нур-Султана уже ограничен. Но и это не останавливает столичных жителей. Все подробности у Бакатгуль-Окасовой. Улицы пустые, дороги свободные. В центре города никаких пробок. Люди не передвигаются даже в одиночку. Картина непривычная для столицы. Но дома явно остались не все. Под окнами многоэтажки гуляют и дети, и взрослые. Видимо, закон для некоторых не писан. Раньше на улицу не выгонишь, сейчас домой не загонишь. В условиях особого режима, по словам Олеси Пальчиковой, с детьми приходится договариваться. Поэтому прогулка во дворе с сыном и дочерью максимум на полчаса. Чтобы соблазна прогуляться не было, во дворах работают инспекторы. Люди в форме вооружившейся камеры прочесывают район. Если ребенок играет на улице без сопровождения взрослых, вызывают маму или папу. На первый раз прощают, на второй раз нарушение карантина может обойтись родителям в 26 тысяч тенге. В первые дни карантина, конечно, было очень много фактов, когда родители позволяли своим детям выходить на улицу, играть. И говорили, что ничего в этом страшного нет, так как это двор их дома, что никакой опасности здесь нет. Дети объясняют тем, что хотят выйти на свежий воздух, хотят погулять, что буквально ненадолго, на 5-6 минуток выходят. Уровень самоизоляции столичных жителей составил 4,25 баллов из 5. Выходит, режим соблюдают далеко не все. В городе уже идут на крайние меры. Теперь во дворах многоэтажных домов ограничивают доступ даже к детским площадкам. Бахыт Гулюк Асвана, Урис Базаров, Канатабильдин, Хабар, 24. А вот как выглядит график городского трафика в столице. Уровень самоизоляции жителей Нур-Султана достиг 4,25 баллов из 5 возможных. Для сравнения, в стандартный рабочий день до карантина этот показатель достигал половины балла в дневное время. И снижение количества людей на улице идет с каждым карантинным днем. Для сравнения, 25 марта свое жилье покинули на 40% меньше горожан, 28 марта уже на 45%, 30 марта минус 64% и накануне 31 марта городской трафик снизился больше, чем на 70%. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Полтора десятка подъездов в Нур-Султане закрыты на карантинных. Жители сидят дома, имея возможность лишь сходить в ближайший магазин или аптеку, и то два раза за день. Сегодня в столице ввели карантинные меры сразу в двух подъездах. Там выявили заболевших коронавирусом, которых незамедлительно госпитализировали в инфекционные стационары. Как изменилась жизнь людей, оказавшихся в полной изоляции, узнал Ербол Абишев. Ранним утром в жилом комплексе по адресу Атьматова, 33, в микрорайоне Жагалау оцепили подъезд. Стало сразу понятно, здесь нашли инфицированного. Жителям запретили выходить из квартир. Подъезд продезинфицировали. На улице дежурит полицейский патруль. Утром не выпустили на улицу. Говорят, карантин и все. Я хотел выйти по делам, мне сказали, вернитесь домой. Ничего не разъяснили. За последние дни в столице закрыли на карантин больше десятка подъездов. Полный запрет на вход и выход ввели и в одном общежитии. В столичном Акимате также сообщили о введении карантина в двух медицинских учреждениях. Сейчас по постановлению главного санитарного врача делается так, что если подтверждается диагноз у человека коронавирус, его направляют сразу в стационар, а подъезд, где он живет, берут на карантин. Полностью проводят дезинфекцию с его подъезда. Именно так поступили сегодня в доме по улице Кениан-Азербайва 14. Утром подъезд оцепили, появился полицейский патруль. Жильцам строго запретили покидать квартиры. Началась дезинфекция. Здесь производилась дезинфекция лифтов полностью. Лифты останавливали на первом этаже с открытыми дверями. То есть на какое-то время, на пару часов их полностью дезинфекцировали. Мирам Хамзин в семье не выходит из дома уже несколько дней. Нет необходимости. Продуктов достаточно, лекарства есть. О том, что подъезд закрыли на карантин, узнал из чата в WhatsApp. Писали, что нашли контактирующего человека. Не знаем, болен он или нет. Женщины говорят, мы сами точно не знаем. Информацию никто не дает. Но не выходим, сидим пока. Сказали до вечера ждать. Скажем, отменят или не отменят карантин. Во время карантина вход и выход из подъезда запрещены. Люди находятся в полной изоляции. Единственное, что можно сделать, это сходить в ближайший магазин и пополнить запасы продуктов. И только в сопровождении сотрудника полиции. Ближе к вечеру во дворе дома появилась бригада дезинфекторов. Соседние подъезды и весь жилой массив подвергли тщательной дезобработке. Распыляем по перилам, подъездам и вот в первых лестничных этажах. Также детские площадки мы захватываем. Растор не представляет опасности для здоровья людей, животных? Вообще нет. Но он может быть для кого-то аллергенный. Поэтому мы изолируем на три часа от подъезда. В столице уже продезинфицировали 80% жилых домов. Это порядка 6500 подъездов. На карте Алматы сегодня на две карантинных точки стало меньше. Режим опасности к сегодняшнему дню сняли уже с 14 домов. Еще 22 жилых комплекса пока остаются в отцеплении. Между тем сотрудники коммунальных предприятий, санврачи и военные продолжают ежедневно обрабатывать не только чаги, но и подъезды, дворы других домов. Владимир Бовкис о борьбе с реальной угрозой. Более 3000 человек все еще находятся под наблюдением санитарных врачей и полицейских. Изоляция на время инкубационного периода коронавируса – мера вынужденная, но крайне эффективная, говорят специалисты. За это время эпидемиологи успевают проверить всех контактных в тех домах, где проживают зараженные. Дистанционно ситуацию комментирует глава профильного ведомства. Старается тоже сохранять режим самоизоляции. На 1 апреля в городе Алматы зарегистрировано 24 активных адреса, которые взяты под карантин. Ранее было еще дополнительно 12. То есть с самого начала, с первой регистрации коронавирусной инфекции в городе Алматы было взято под карантин 36 адресов. Сейчас наибольшее скопление очагов отмечено в Медеуском, ЖТСУском и Алатауском районах. Жители постепенно привыкают к новой реальности в абсолютной изоляции. Зато появился предлог заняться домашними делами, реализации планов, на которые вечно не хватало свободного времени. Даже находят время для развлечений. Дети иногда рисуют. Стену покажи наши рисунки. И повесили все рисунки. Занимаемся спортом. Кто хочет, книгу читает. Сегодня уже начались первые пробные уроки. Мы уже утром присутствовали в этом уроке. Половина дня. Сейчас начнется второй урок пробный. Тем временем эпидемиологи не сидят сложа руки. За стенами лабораторий кипит работа. Специалисты следуют пробы, взятые у контактных жильцов. И те, и другие надеются на то, что результаты не покажут наличие COVID-19. Кстати, 12 домов уже сняли с карантина. Плюс еще два тоже хотят открыть. В связи с истечением срока инкубационного периода вечером сегодня планируем снять еще два адреса. Это один адрес по Майдевскому району, второй адрес по Латавскому району. По данным адресам проживало более 30 граждан, из которых детей было до 14 лет трое. Работа по карантинизации очагов, где проживали заболевшие люди, дальше будет продолжена. Тем временем около 500 человек, сформированные в десятки бригад, буквально прочесывают каждый квартал города и обрабатывают все объекты антисептиками. Работы немало. В Алматы 8,5 тысяч домов, более 23 тысяч подъездов и 4 тысячи дворов. И все необходимо обработать. Подрядная организация управления жилищной политикой, которая занимает дезинфекцией дворов подъездов. Ими используются также дезинфекции, как я ранее отметил, соответствующие всем санитарным и правительственным требованиям, а также безопасные для людей и домашних животных. Проводят дезинфекцию несколько раз в неделю. Графики работы с указанием времени и локаций опубликованы на сайте Акимата и социальных сетях. Специалисты говорят, что тщательная санитарная обработка города, соблюдение требований карантина и, самое главное, самоизоляция, помогут быстрее снять ограничения и вернуть мегаполис к привычной жизни. Владимир Бовкин, Ж. Амраев, Мухит Кудыгбаев, Валентин Лобанов, Эдуард Кон, Алматы, Хабар-24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Ковид-19 не только закрывает жителей по всему миру под замок, но еще и сказывается на карьере чиновников самых разных уровней. В Кыргызстане в отставку отправлены заместитель правительства Кыргызстана и министр здравоохранения. Бакат Чермашев о том, как коронавирус почистил к админу наших соседей. Заместитель правительства Алтына Омурбекова была руководителем республиканского штаба по контролю над ситуацией с коронавирусом еще в тот момент, когда инфекция бушевала только в Китае. В этот же штаб входил и министр здравоохранения Космосбек Чолпумбаев. И хотя они каждый день отчитывались перед общественностью о том, что держат ситуацию под контролем, что-то противопоставить ковид-19 они все-таки не смогли. Сегодня в Кыргызстане зафиксировано 111 случаев заболевания коронавирусом. И по мнению президента Сурмбай Джеймбекова, часть вины за это лежит на нерасторопных чиновниках. Еще в конце января я вас предупреждал о том, что нас ждут трудности, о том, что вам нужно принять все меры, чтобы бороться с коронавирусом. Я говорил о том, что нужно подготовить все реагенты для выявления инфицированных. Это задание было дано мной еще 27 января. Но, судя по нынешней ситуации, ничего не сделано. Хотя за здоровьем населения должны следить именно вы. На большей части Кыргызстана введен режим чрезвычайной ситуации и комендантский час. Вместе с этим правительство объявило, что за несоблюдение карантина нарушители будут платить штрафы, причем внушительные, до 300 тысяч сомов. Это почти полтора миллиона тенге. Но медики заявляют, что некоторые новые случаи заболевания возникли из-за того, что некоторые граждане, вместо того, чтобы оставаться в карантине после приезда из-за рубежа, поехали в гости к родственникам. Если сейчас режим ЧС действует только в трех областях, Кабинет министров рассматривает введение чрезвычайной ситуации по всей стране. На данный момент мы обеспечили всех, кто задействован в осуществлении режима карантина, нужными медикаментами, защитными костюмами, обеспечили их питание и транспортную доставку. Мы принимаем все возможные меры. Но там, где наших усилий не хватает, правительству в этом помогают частные предприниматели, которые берут некоторые расходы на себя. И каждый день их все больше. Бизнесменов, которые готовы помочь сдержать распространение инфекции, все больше. Так же, как и предприниматели, которые задаются вопросом, чем правительство сможет им помочь, если деловая активность замрет. Уже сейчас известно, что из-за пандемии коронавируса бюджет страны недополучит 400 миллионов долларов. И хотя на днях подписано соглашение о выделении Международным валютным фондом гранта для поддержки местного бюджета, это всего лишь 160 миллионов долларов. За последние сутки в Бельгии выявлено 1189 новых случаев инфицирования COVID-19. Умерли 123 человека. Всего же заболевших в стране почти 14 тысяч. При этом на сегодня выздоровели 2132 человека. К сожалению, в Королевстве зарегистрирована смерть самой юной жертвы этой болезни в Европе. Это 12-летняя девочка. Власти не сообщают, имела ли она еще какие-то проблемы со здоровьем в прошлом. Отмечу, по прогнозам эпидемиологов, возможно, пик эпидемии будет достигнут в ближайшие дни. Сегодня мы хотим сообщить вам тяжелую для всех нас весть о смерти 12-летней девочки. Это эмоционально очень трудный момент, потому что он затрагивает информацию о ребенке. Это также влияет на медицинское и научное сообщество. Мы скорбим вместе с родными и близкими девочке. Это событие очень редкое для всей ситуации, и оно опустошило нас. Ну вот, бьет все антирекорды Испания. Минздраве страны подтвердили 102 136 случаев заражения, а также зафиксирован самый большой ежедневный рост числа смертей, связанных с COVID-19. Такие данные приводят власти. За последние сутки в стране от коронавируса умерли 864 человека. В общей сложности пандемия уже унесла жизни 9053 человек. В Беларуси больше ста инфицированных, а накануне зафиксирован первый случай смерти от коронавируса. Скончался знаменитый актер Виктор Дашкевич. В Витебск, где он и находился, по неофициальным данным, съехалось руководство Министерства здравоохранения. Но сама область взята под особый контроль, вплоть до того, что сотрудникам милиции категорически запретили покидать регион. В стране по-прежнему проходят крупные спортивные соревнования, а занятия в школах идут в прежнем режиме. Накануне Александр Лукашенко в очередной раз назвал ситуацию с коронавирусом истерией и призвал белорусов не отсиживаться дома. Все ли согласны с такой позицией лидера, попытался понять Дмитрий Лукша. В Беларуси первой жертвой коронавируса стал легенда театра имени Якуба Колоса, заслуженный артист страны Виктор Дашкевич. 19 марта мужчина попал в клинику с воспалением легких. 24-го у него диагностировали вирус. Вчера знаменитого актера не стало. О том, что происходит нечто неладное в стране, заговорили еще в субботу. В телеграм-каналах и соцсетях стали появляться сообщения об усиленных постах милиции на подъездах в Витебскую область и о якобы экстренном визите на Витебщину руководства Республиканского Минздрава. Власти назвали всю эту информацию очередной истерией и провокацией. Тут у меня формула Трампа. Мне очень понравилось, когда он так, знаете, откровенно сказал, что, вы знаете, если мы не начнем немедленно работать, людей умрет больше от безработицы и голода, чем от коронавируса. Очень правильно сказал. Так это американцы сказали. А нам что? Пока взрослые белорусы вынуждены решать формулу Трампа, их дети сражаются со школьными задачами за партами. Беларусь остается едва ли не единственной страной в Европе, в которой дети не отправлены на карантин. На официальном уровне запрет на посещение учебных заведений не введен. Против образовательной вседозволенности выступили десятки студентов столичных вузов, прервавших обучение и требующих соответственного распоряжения деканатов. По неофициальной информации, в ответ раскольникам обещают предоставить не больничные листы, а уведомления об отчислении из вуза. Я лично у нас ничего не слышу. Знаю, что футбол у нас гоняют, хоккей по-прямому транслируют. Хотя бы изолировали людей, чтобы люди сидели по домам, по большей возможности. Мы не на необитаемой планете живем, мы живем в социуме, вы сами понимаете. По традиции спорт гарант спокойствия и здоровья в Беларуси. Одним хоккеем, видимо, на сей раз не справятся. Посему в полном разгаре в стране проходит национальный чемпионат по футболу, единственный на планете. С каждой игрой на трибунах действительно становится тише. Пока за плечами игроков два тура. Дойдут ли они до финала, неизвестно. Однако в футбольной баталии ничто по сравнению с армейскими. На сегодня в стране одновременно проходят учения на десяти полигонах, в которых задействованы свыше семи тысяч белорусских военнослужащих. Прерывать маневры приказа не было. Тем более, что у личного состава впереди действительно важны и в духе времени массовые мероприятия. Я проинформировал президента, что идет плановая подготовка к параду 75-летия Победы. Что парад будет, личный состав готовится. На сегодняшний момент в вооруженных силах ни одного случая зараженных коронавирусом нет. По данным Минздрава, сегодня в стране зафиксировано 152 случая заражения коронавирусом. Сколько из инфицированных пациентов находится в крайне тяжелом состоянии, из официальных источников информации нет. В принципе, сегодня в белорусском обществе приставка «официальный» рассматривается как многоточие. Слишком много в ней неопределенности. Посему, тысячи белорусов решили остаться дома, а сотни компаний перешли на удаленную работу. И все исключительно по личной инициативе. Дмитрий Лукша, Константин Никоноров, Хабар-24, Беларусь. Похожие тактики придерживаются и в Швеции. Официальный Стокгольм отказался вводить карантин на фоне COVID-19. И таким образом страна осталась последней в Европе, где отсутствуют ограничения из-за пандемии. Эпидемиолог королевства Андерс Тегнал считает, что подобная тактика сохранит как психическое, так и физическое здоровье населения. По данным, на 1 апреля в Швеции почти 4,5 тысячи инфицированных, 180 человек погибли. Это самый высокий уровень смертности среди скандинавских стран. А единственное ограничение, введенное в Швеции, это запрет массовых собраний. При этом власти столкнулись с критикой за то, что решили оставить начальные школы и детские сады открытыми. 2 тысячи представителей научного мира Швеции подписали совместную декларацию, в которой призвали правительство к немедленному объявлению неотложных мер по борьбе с пандемией. Профессор Хоаким Роклёв заявил, что отказ от жестких мер, рискованный и безумный шаг, предпринятый исключительно для спасения экономики, а не людей. В Китае за минувшие сутки было зарегистрировано 36 новых случаев заболевания COVID-19. 35 из них завезенные из других стран. От болезни скончались 7 человек, в основном в провинции Хубей. Такие данные опубликовал Госкомитет по делам здравоохранения. Всего в Поднебесной насчитывается свыше 800 импортированных фактов коронавируса. Из них 115 человек уже выписаны из больницы. О жизни в Пекине после вспышки эпидемии в материале Бутагос Цыргабаевой. В Пекине сезон цветения магнолий, вишни и других деревьев. Стоит теплая погода. И даже столичные парки уже открыты для посетителей. В магазинах и на улицах с каждым днем становится больше людей. Пекин возвращается к обычной жизни в условиях эпидемии. Почти восстановилось производство по всей стране. Вместе с тем вернулись пробки на дорогах и привычный для местных жителей смог. Уже неделю в городе не было новых случаев заболевания COVID-19. На повестке дня вопрос, можно ли уже ходить без масок. Носить маску нужно для безопасности. Мне кажется, лучше, конечно, носить маску. Пекин – международный город, приезжающих много, в том числе из других стран. Поэтому безопаснее пока ходить в маске. Период вынужденного нахождения дома для каждой семьи в Китае прошел по-разному. Кто-то сблизился, но для некоторых самоизоляция закончилась разводом. По крайней мере, об этом говорит очередь из поданных на развод заявлений. Эпидемия обнажила слабые места и на государственном уровне. В Китае намерены усовершенствовать законы в области медицины. Беспокоят власти и другие вопросы. Завезенные случаи COVID-19 и бессимптомные больные. Последние теперь внесены в ежедневную статистику местного Минздрава. Под наблюдением врачей сейчас находятся почти 1400 носителей вируса. За последние сутки их число выросло на 130. С 1 апреля мы будем на ежедневных брифингах озвучивать данные по бессимптомным больным. Своевременно реагировать на вопросы, волнующие общество. В соответствии с поручением правительства, мы будем проводить мониторинг, поиск помещения на карантин и лечение таких пациентов. Собирать образцы в основных регионах обнаружения носителей и исследовать результаты их анализов. Все же в столице продолжают повсеместно соблюдать меры безопасности. На входе в здание измеряют температуру тела. Регулярно дезинфицируют и проветривают помещения. Жители просят соблюдать гигиену рук. В квартирах люди распыляют слабохлорированный раствор. Профилактика уже стала неотъемлемой частью повседневной жизни пекинцев. Вот Агост Саргабаева, Айгерим Сулейменова, Хабар 24, Китай, Пекин. Возвращаемся к событиям в нашей стране. Медики в Нур-Султане, Алматы и Караганде заразились коронавирусной инфекцией. Об этом заявила главный санитарный врач Казахстана. В этой связи Айжан Есмагамбетова подписала постановление, в котором предусмотрены меры инфекционной безопасности медперсонала, а также требования к средствам индивидуальной защиты в зависимости от характера и опасности работы. В постановлении предусмотрены меры инфекционной безопасности для медицинского персонала. К сожалению, мы имеем сегодня случай заболевания медицинского персонала в городах Нур-Султан, Караганда, Алматы. В постановлении предусмотрены меры инфекционной безопасности медицинского персонала, а также требования к средствам индивидуальной защиты в зависимости от характера работы и от опасности работы. 33 тысячи тестов на COVID-19 уже использовали казахстанские врачи. В среднем каждый 89 результат оказывался положительным. Такие данные предоставили нашему телеканалу в штабе Министерства здравоохранения по коронавирусной инфекции. Пока медики используют один вид диагностики, в ближайшие дни поступят так называемые экспресс-тесты. О том, как в Казахстане определяют коронавирус и может ли к нему быть иммунитет, выяснял Иван Тулинов. Для определения коронавирусной инфекции в Казахстане используют ПЦР-тесты. Но, как может показаться из названия, это непривычный анализ крови, а исследование мазка из носоглотки. Для получения результата требуется до 6 часов. Этот вариант самый точный и сейчас он используется во всем мире. Альтернативы ПЦР в настоящее время нет. И если мы говорим с вами про другие тесты, в частности, иммунохроматографический анализ или иммуноферментный анализ, то эти тесты, они определяют антитела. Антитела говорят о том, что человек уже переболел коронавирусом. Эти компоненты в крови могут определить экспресс-тесты. В Казахстан они поступят в ближайшее время. Их закупили, по словам заместителя руководителя штаба, на деньги меценатов. Но большого эффекта от быстрой диагностики врачи не ожидают, поскольку она не может определить COVID-19 на ранней стадии. Экспресс-тесты предложат частные лаборатории на платной основе. Они могут быть полезны лишь в самоуспокоении. В отношении экспресс-тестов, да, то есть я могу сказать следующее, что они в определенной степени могут успокоить людей. Вот, конечно, как я говорил, чувствительность не очень высокая, и вероятность того, что будут ложно-отрицательные результаты, достаточно высокая. Но если у вас есть, допустим, уже выботы на антитела класса IgG, то вы можете быть уверены, что вы перенесли эту инфекцию, что в целом у вас есть иммунитет, и в целом вы уже в дальнейшем не заболеете. То есть, ну, может быть, только вот с этой точки зрения. Один из спорных вопросов, появляется ли иммунитет коронавирусной инфекции. В Казахстане, опираясь на опыт Китая, считают, что могут. Есть общий консенсус, причем очень серьезный, что коронавирусной инфекцией вырабатывается иммунитет. Сейчас очень сложно говорить, насколько он продолжительен, является ли он долгосрочным или краткосрочным, но все эксперты, в первую очередь, из КНР, которые впервые столкнулись с этой эпидемией, они говорят, что реинфицирования как такового нет. И если случаи реинфицирования, возможно, и были зарегистрированы, то скорее это было связано с ошибками первоначального тестирования. В республике остановились на практике стран Юго-Восточной Азии, которые показали пример в борьбе с коронавирусом. Метод заключается в определении контактных с инфицированным человеком. Это позволяет изолировать инфекцию и остановить ее распространение. Просто тестироваться на коронавирусную инфекцию при наличии симптомов, без отсутствия, без эпидемиологической связи, это во многом повысить вероятность ложноположительного результата. Это первое. Второе, необходимо обратить внимание, что количество тестов во всем мире, это не только в Казахстане, оно не является безмерным, то есть оно ограничено. Поэтому с точки зрения борьбы с инфекцией, очень важно, чтобы эти тесты расходовались рационально и помогали на самом деле выявлять больных. Пандемия COVID-19 совпала с периодом ОРВИ и гриппа, поэтому любой симптом простудных заболеваний усиливает страх оказаться зараженным. Однако тестировать каждого казахстанца на коронавирус в стране не планируют. Причин, когда врачи могут провести такой анализ, может быть несколько. Самый главный – это контакт с инфицированным и специфичные симптомы, например, пневмония. Иван Тулинов, Наурис Базаров, Хабар, 24. В столицу начали запускать автомобили из других регионов Казахстана. Правда, при некоторых условиях транспортное средство должно быть зарегистрировано в Нурсултане, а водители, пассажиры автомобиля обязуются пройти 14-дневный карантин. Одновременно с этим в черте города начали работать 26 внутренних постов. При остановке авто полицейские вносят в базу данных информацию о водителе и его транспортном средстве. Это ИИН, фактическое место жительства и работы владельца, а также госномер машины. После предупреждения решением суда санкция суда будет выглядеть следующим образом. Это 10 месячных расчетных показателей, либо арест до 15 суток. Это если он при первом нарушении, да? После предупреждения? Это после предупреждения решением суда гражданин будет привлечен к административному аресту. А сколько на сегодняшний день? Транспортное средство будет водовременно на коммунальную стоянку. В связи с этим в мегаполисе планируют открыть 4 дополнительные коммунальные стоянки. Две из них уже практически готовы. Существующие же две площадки с общей вместимостью больше тысячи мест на сегодня заполнены практически под завязку. Отмечу, поток автотранспорта в столице с момента введения карантина снизился больше, чем в пять раз. Сегодня в среднем он составляет 40 тысяч автомобилей в дневное время и 20 тысяч в вечернее. Ограничительные меры из-за угрозы распространения коронавируса ввели и на севере страны. Выезд и въезд в Петропавловск в ночное время запрещен. За исключением транспорта, который будет доставлять продукты питания, лекарства, медицинские средства защиты. Вокруг города установили шесть блокпостов. Там дежурят полицейские, эпидемиологи, сотрудники ветеринарной службы. Они проверяют документы, осуществляют санитарные контроли и проводят анкетирование. В случае незаконного проникновения в областной центр нарушители будут наказывать в соответствии с законом. Всего в работе задействованы больше 400 полицейских. По городу ограничено движение общественного транспорта, закрыты детские сады, торговые точки. Через контрольно-пропускные посты прошло 838 единиц транспортных средств. В них 1130 граждан. В целом, хочу отметить, каких-либо нарушений при отшлении этой работы не было. Граждане с пониманием относятся к нашим требованиям. Ну вот, зеленый свет на проезд во всех городах Казахстана машинам с продовольствием. В областных и районных центрах особое внимание стабилизационным фонам, в которых делают запас продуктов питания. В Акулинской области намерены пополнить продуктовое хранилище с сахаром, крупами и растительным маслом. На сегодня запасов продуктов достаточно, как минимум, на несколько месяцев. Но помогают ли эти меры сдерживать рост цен в регионе? Индира Тикжанова мониторила продовольственные рынки. Если в обычные дни на центральном рынке города Кокшетау всегда многолюдно, то сегодня покупателей здесь практически нет. Очень мало людей приходит сегодня, чтобы приобрести товары. Вот эти отделы будут работать все дни карантина, потому что продукты питания, как и другие товары, первой необходимости должны быть доступны населению. А на прилавках, как мы видим, пока все есть. В этот день продавцы работали, как и положено, в масках и перчатках. В самом здании крытого рынка установлены санитайзеры. При этом не забывают сотрудники и о так называемых народных способах защиты от вируса. Вот мы защищаемся, вот так, вот так защищаемся, и так защищаемся. Нехватки отдельных видов товаров не наблюдалось, но стоимость той же муки, макаронных изделий, гречневой крупы уже выросла в среднем на 50-100 тенге. Предприниматель объясняет это ростом закупочных цен. Сахар тоже с перебоем, один мешок всего дают, заявки. 215, подорожало тоже. Те дни хорошо покупали, сейчас не так уж. Для мешка на сколько хватает? Мешок день на 2-25 килограмма. Весь прошлый месяц особым спросом среди горожан пользовался имбирь. Вот только покупать его сейчас никто не спешит. Дорого. Раньше мы покупали за полторы тысячи, двести тысячу, а сегодня семь, завтра, говорят, одиннадцать будет. И что это? Имбирь, лимон, мед. Мы его и употребляли, и сейчас будем употреблять. Но сейчас побольше, наверное, и спрос на него пошел. Так наши рыночные продавцы, они прямо идут на поводу этого. Так же нельзя? Такая же ситуация и с антисептиками местного производства. В отделе бытовой химии мы нашли 5 литров дезинфицирующего средства за 13 тысяч тенге. Два дня пришли, мы... Вы специально заказали их? Мы их, да, ну и то, там у них очередь большая, и поставляют очень мало, как бы, не хватает. Нашли сейчас другого поставщика, ищем дешевле варианта. За сколько вот 5 литров покупаете? Ну, я этой информации не могу сказать, потому что у меня домикулатура нет на руках. Обоснованы ли растут цены, нет ли здесь спекуляции? Этот вопрос местной власти планируют держать на контроле. К тем предпринимателям, которые будут необоснованно завышать цены, хотел бы сразу предупредить, что будут приниматься очень жесткие меры правительством, местными исполнительными органами, потому что в период такой пандемии, коронавируса, нельзя спекулировать на этом, и мы будем наделены полномочиями, чтобы эффективно пресекать такие действия. Весь период карантина антимонопольные службы и правоохранительные органы намерены проводить рейды по рынкам и магазинам, штрафуя местных спекулянтов. Привлекать к этой работе будут и волонтеров. Индира Тикжанова, Анатолий Поляный, Кокшитау, Хабар, 24. Больше 40 тысяч звонков от горожан каждый день поступают на горячую линию оперативного штаба Алма-Аты. Жители мегаполиса волнуют самые разные вопросы. Социальные выплаты, перемещение по городу, дезинфекция улиц и подъездов. Александра Салмина побывала в штабе и расскажет, как устроена его работа. Тревожный звонок, к счастью, не подтвердился. Оказалось, у мужчины обычная ангина. И вот так, в круглосуточном режиме, надо постоянно мониторить ситуацию в крупнейшем городе страны. Каждую минуту сюда поступают звонки особой важности. В штабе что-то обсуждают, активно спорят, распределяют силы и задачи. В таком режиме здесь работают уже две недели. Мы здесь примерно 40 минут, и все это время здесь звучит такой хорошо уловимый гул. Мне кажется, вы его тоже слышите. Хотя сами представители штаба говорят, что это у них еще и тихий час. Самые оживленные периоды – утро и вечер где-то после шести. Как раз тогда, когда активизируются люди, которые хотят выехать из города. Больше всего вопросов как раз по работе блокпостов по периметру Алматы. Если возникает проблема на одном из участков, пост моментально выводят на большой экран и коллегиально принимают решения. Чаще всего не в пользу тех, кто хочет пересечь границу города. Мы всем объясняем, что выезд из города с 22 марта уже категорически запрещен. Мы даже не выпускаем из города на похороны, к сожалению. Это вынужденная мера в целях безопасности самих горожан. По-другому мы спасти жизни сотни людей, к сожалению, не можем. В штабе работает горячая линия, но операторы сидят отдельно. Их около полусотни. В день обрабатывают свыше 40 тысяч обращений. Те, кто из-за загруженности не может дозвониться, в буквальном смысле дежурят у входа. Всех стараются выслушать. Но поступают все равно в интересах большинства. Время, говорят, опасное, и оно требует жестких мер. Часто жители спрашивают о социальных выплатах, особенно после обращения президента. А еще сейчас многих волнуют, как дети будут учиться после каникул. Сейчас активно обсуждают вопрос по обеспечению детей, школьников компьютерами, интернетом и так далее. Акимам было дано четкое поручение, чтобы все эти вопросы нашли свое решение уже на этой неделе, чтобы 6 апреля у нас дети могли спокойно обучаться без каких-либо проблем. Этим сейчас занимаются управления образования. В целом всего больше 40 специалистов из разных управлений и спецслужб посменно дежурят, чтобы обеспечить жизнедеятельность мегаполиса в условиях карантина. Здесь медики, полицейские, военные, представители финансовой и информационной сфер. Александра Солмина, сержант Жумабаев, Алматы, Хабар, 24. Доброта и забота в творчестве детей. В Казахстане стартовал конкурс рисунка «Животные мои друзья». Дети и подростки от 6 до 17 лет могут изобразить домашних любимцев, свое доброе отношение к бездомным питомцам и показать, как меняется жизнь четвероногих друзей, когда к ним относятся с теплотой. Работы принимают в любой технике изобразительного искусства. Главное, чтобы авторы проявили свою фантазию и оригинальный подход, говорят организаторы. Отправлять свои шедевры можно уже с сегодняшнего дня. Одной картиной можно не ограничиваться. Разрешают присылать сразу три. Заявки принимают до 30 июня, а 5 июля в Алматы торжественно назовут победителей. Организаторы надеются, что карантин к этому времени закончится, и лучшие художники в четырех возрастных категориях смогут получить свой приз – участие в художественной выставке в Австрии. Наш проект был запланирован задолго до эпидемии. И мы надеемся, что для детей этот конкурс будет не только возможностью выразить свою личную позицию к проблеме сохранения биологического баланса, а также позволить с пользой провести время в вынужденном карантине. Наш конкурс в том числе направлен на приобщение навыков общения детей со взрослым миром. У наших детей есть шаг через свое творчество, через конкурс обратиться ко взрослым с предложением улучшить, например, законы о защите прав животных и сохранение природы. И, возможно, на рисунки алматинских детей попадут британские козы. Они наводнели улицы пустынного Мландидна в Уэльсе. Неприрученные животные заходили в город Иране, но теперь совсем осмелели и вольготно чувствовать себя на улицах. Жители не покидают свои дома из-за коронавируса, а потому порнокопытные без тени смущения жуют городские клумбы. Ландидна – крупнейший морской порт Уэльса. Курорт Уэльса, известный своим горнодобывающим наследием, викторианской архитектурой и пляжами, теперь запомнится и тем, что во время кризиса с коронавирусом его захватило стадо кашмирских коз. И на этом все. Следите за развитием событий вместе с нами на телеканале Хабар 24. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова